Братья и сестры, я вас приветствую! Сегодня у нас служение перед вечерей, когда мы настраиваем наши сердца, готовимся к тому, чтобы в воскресенье участвовать, вспоминать страдания Господа. И это для нас очень важно, это самый великий праздник для нас, который мы чаще всего отмечаем, это страдания Христа. И я предлагаю прочитать текст Писания для нашего рассуждения. Это Евангелие от Иоанна. Мы начнем читать 13 глава с 33 стиха. Иоанна 13, 33. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня? И как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь. С 36. Симон Петр сказал ему, Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему, Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною. Петр сказал ему, Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя. Иисус отвечал ему, Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды. С 14 глава, с 1 стиха. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду, и приготовлю вам место, приду опять, и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Это беседа Иисуса с учениками перед его страданиями. Когда они собрались в горнице, Иуды уже с ними нет, и вот они беседуют, и Христос говорит им разные важные истины, потому что Иоанн описывает детально много чего Иисус сказал именно на Тайной вечере своим ученикам. И вот он открывает им еще одно событие, и говорит, что скоро его с ними не будет. Говорит, я уйду. Но ученики, они мыслят в рамках земной жизни. Господи, куда же ты можешь уйти? Вот уже три года мы с тобой. Мы знаем, в принципе, места, куда ты ходишь. Мы по Галилее ходили, по Иудее, по Палестине проповедовали. Христос брал учеников с собой. Они были в курсе его планов, куда он идет. Его совершалось служение. И вот они теперь думают, и думают, ну куда же ты можешь уйти, куда мы не можем пойти с тобой. Петр, так как он был, ну мужчина крепкий, рыбак, закаленный, и штормы переносил. В принципе, Библия показывает его характер, что он такой смелый мужчина был. И вот он набирается смелости, говорит, Господи, я за тобой, и жизнь за тебя отдам. Куда же ты можешь пойти так, что я не могу за тобой пойти? И Иисус в этой беседе говорит ему, ты жизнь отдашь за меня? Вопрос ему задает. Ты трижды от меня отречешься. Открывает ему. Хотя Петр еще, наверное, до конца и не понимал всего, что произойдет. И вот такая беседа. Но Иисус не остановился на этом. Казалось бы, если бы я, наверное, был там, на месте Петра, конечно, это бы меня очень смутило, если бы Иисус сказал, что в будущем произойдет, что отречешься от Христа. Но Иисус не оставляет их с этим. Иисус хочет очень многое передать. Он хочет утвердить их. Он хочет, чтобы в дальнейшем церковь, когда будет развиваться, она была утверждена. Иисус обращается, вот мы прочитали третий стих, к ним говорит, дети. Такое обращение, только близкие могут быть. Дети и Отец. Когда-то он обращался к народу, когда-то он к ним, как к ученикам, а здесь он прямо обращается к детям. Он хочет передать им важные вещи. И он говорит о том, что я ухожу. Но вы не можете за мной сейчас идти. Почему? Еще не совершился акт искупления церкви. Иисус идет на голгофские страдания. На голгофу они пойти с ним не могли, потому что это был план Божий для искупления мира. А у Господа был еще другой план. План, когда организовалась церковь, когда он создал церковь свою. Ученики это были первые столпы церкви, присвятера. У Господа был свой план. И он говорит, сейчас вы не можете идти, но позже сможете. И он дает им надежду. Вот мы прочитали 14 глава. Он открывает для них и для нас и начинается слово, да не смущается сердце ваше. Конечно, перед этим был не очень хороший диалог об отречении Петра, но он хочет ободрить учеников, сказать, да не смущается сердце ваше. Братья и сестры, этот призыв и для нас сегодня, эти слова, да не смущается сердце ваше. И что Господь хочет показать? Христос открывает нам, что в вечных обителях Бога много места. У Бога очень много места. Для каждого человека на земле хватит. Тот, кто откликнется на Божий призыв, обязательно будет в Царстве Божьем. Он приготовил обители для всех. И здесь Христос и так утвердительно и говорит. У Отца Моего обителей много. Он уверен в этом. Но чтобы утвердить учеников, чтобы как-то еще больше их веру укрепить, говорит, даже если бы это было не так, я бы вам сказал, я иду приготовить вам место. Обратите внимание, вот в третьем стихе, интересно, сколько обещаний. Четыре, только в одном третьем стихе. Первое, Иисус говорит им, пойду приготовлю вам место. Вечность – это реальное обитание, а не мистическое какое-то существование. Люди, которые не верят в Бога, которые не признают воскресение мертвых, вечную жизнь, для них эта тема просто, скажется, смешная. Как это вечность, как это жизнь после смерти. Но Христос говорит и обещает, пойду приготовлю вам место. Будьте уверены, что после смерти жизнь не заканчивается. Жизнь только начнется в вечных обителях, и место для вас там будет. Следующее, Христос говорит, приду опять. Почему это было так важно? Христос придет снова, Он не покинул навсегда. Когда Христос ушел с этой земли, это обещание, братья и сестры, и не было бы этого обещания, наверное, верующим было бы тяжело жить в неведении. Но Христос пообещал, говорит, я приду снова. Когда-то Он был на земле, когда-то Он совершил план искупления, Он пошел приготовить место и придет снова. Это обещание для нас, верующих, для тех, кто изо дня в день стремится жить жизнью освящения, жить жизнью угодной Господу, жить жизнью, которая по Писанию, исполняя заповеди, это обещание, Господь придет. Еще третье, Господь говорит, возьму вас к себе. Придет уже с целью забрать своих. Придет не с целью искупить, не с целью проповедовать, не с целью наказать нас, но придет, чтобы взять к себе. Вот верных, тех, которые откликнулись на Божий призыв, те, кто уверовали, вот этих Господь возьмет к себе. Не останемся здесь на земле, братья и сестры, это тоже еще одно из обещаний Божьих, что Он возьмет нас к себе. Четвертое, будете со мной. Ученики были с Иисусом три года, они даже не думали, как события быстро будут разворачиваться, и Иисуса не станет с ними. И так было хорошо. Три года, и вдруг Иисуса не станет. Это был короткий отрезок времени, который Иисус был на земле, потому что так хотел Отец. Но Он дал нам обещание, братья и сестры, что заберет нас к себе, и уже не на короткое время, а навсегда, навечно. Это то, что должны мы испытывать чувство благодарности за страдания Господа, что Иисус своими страданиями приобрел нам спасение, приобрел нам вечную жизнь и дает нам обители вечные, придет за нами. Но что главное в этих стихах, Он говорит во втором стихе, в первом стихе, извините. Он говорит, веруйте в Бога, и в Меня веруйтесь. И в Меня веруйте. Вера является основой для будущего. Вот залог, где Иисус говорит. Он говорит, веруйте в Бога. Он говорит о Боге Отце, потому что иудеи, и ученики, они хорошо знали закон, они знали о сотворении мира, они все знали о Боге Отце. И Он говорит им, веруйте в Бога, и в Меня веруйте. Братья и сестры, неверующий человек не испытывает того, что испытываем сегодня мы. Неверующий человек не может претендовать на те блага и на ту надежду, на которую мы сейчас перечислили. Нет у Него такого будущего радостного. Нет у Него вот этого ожидания. Да потому что Он не верит, Он не принял Христа. И Христос ученикам говорит, утвердительно говорит, веруйте в Бога, и в Меня веруйте. Залог того, что мы будем на небесах, залог того, что действительно Христос придет за нами, является вера. Вера спасающая. Если мы приняли Бога в свое сердце, как личного спасителя. Это ободрение для нас и призыв для тех, кто сегодня еще не определился, кто сегодня на собрании находится, но понимает, что еще не знает, где его обитель будет после смерти. Господь говорит, верующий наследует жизнь вечную. Есть возможность сегодня принять Господа, определиться с будущим и жить вот этой радостью, что когда мы вспоминаем страдания Иисуса Христа, это не приговор для нас, а это еще раз показывает нам цену искупления и говорит нам о той радости, которая будет, когда мы будем в вечных обителях. Пусть Бог нас благословит. Сейчас мы будем молиться и благодарить Бога за Его искупление и за надежду, которую Он нам дал в этих обещаниях. Аминь. Помолимся. Помолимся.